дорогие братья и сестры всех вас приветствую благодать и мир вам от бога отца и господа нашего иисуса христа и дух святой пусть всегда пребывает в нас аминь вы на канале samson эти лайф я незрячая сестра во христе алена и с вами рубрика благовестия прошлый раз мы с вами слушали и пытались рассуждать о царстве божьем царстве небесном сейчас как я обещала наверное начнем уже читать евангелие от иоанна как я уже говорила может быть еще не говорила но скажу нас есть четыре евангелия от иоанна от марка от матфея от луки и евангелие то ой прошу прощения евангелие от иоанна что-то заговариваюсь нас считается как скажем ну написанная последним что ли евангелие ну начнем наверное то с этого евангелие именно или как лучше сказать от иоанна святое благовествование так и с него мы пожалуй начнем но прежде чем начать тоже я тут прошлые разы забыла добавить все-таки конечно мы с вами читали да книгу откровения о звере с вами читали и и подозреваю я что о звере немножечко я неправильно наверное поняла прошлые разы думаю что антихрист он наверное не есть уже пророк хотя он восядет и выдаст тебя за бога это не лжепророк и даже наверное может быть и не стоит его относить к скажем так лже троицы будем говорить а возможно лже троица это понятно дракон змей древний как я уже договорила здесь так и есть ну вот по поводу второго вот как раз таки наверное лже пророка есть но он я думаю что не есть антихрист хотя вот можете меня поправить мне тоже эта тема очень волнует и третье то третья сторона скажем не знаю стоит ли тут говорить в данном случае личность это образ зверя до который оживет который будет говорить и будут чудеса ложные даже пророк будет творить чудеса ложные заставлять до поклоняться первому зверю делать образ начертания зверя да тому первого зверя кажется рано исцелеет смертельная вот как то но все таки мы собираемся с вами читать евангелие от иоанна здесь параллель до книга ту книгу тоже откровений писал иоанн ему было дано откровение от господа вот и пока не ушли наверно вот я вот да поэтому наверно точно уже решила сказать вот опять таки по поводу зверя если будут какие-то у вас комментарии то есть наблюдения и так далее до более точные толкования пишите в комментариях и по мере возможности их озвучу ваши комментарии вот ну давайте читать наши евангелие от иоанна снова мы помолимся господь благодарность тебе за слово твое и слава тебе за все благослови нашу рубрику чтение наши евангелие и во всем тебе слава и благодарность аминь во имя отца и сына и святого духа аминь так ну начнем первая глава у нас так в начале было слово и слово было у бога и слово было бог то вот так вот примерно ветхий совет тоже начинается книга бытия мне тоже его подарили но я вам не читаю ничего из ветхого завета потому что к сожалению мне не нравится перевод он не совсем синодальной а вот новый завет слава господу мы с вами будем читать потому что хороший синодальный перевод давайте дальше оно было в начале у бога все через него начало быть и без него ничто не начало быть что начало быть в нем была жизнь и жизнь была свет человеков и свет во тьме светит и тьма не объяла его был человек посланный от бога имя ему иоанн он пришел для свидетельства чтобы свидетельствовать о свете был свет истинный который просвещает всякого человека приходящего в мир в мире был и мир через него начал быть и мир его не познал пришел к своим и свои его не при не приняли а тем которые приняли его верующими во имя его дал власть быть чадами божиими которые не от крови не от хотения плоти не от хотения мужа но от бога родились то я так полагаю что это про христа наверное и слово стало плотью и обитала с нами полная благодати и истины и мы видели славу его славу как единородного от отца ну да это про христа иоанн свидетельствует о нем и восклицая говорит сей был тот о котором я сказал что идущий за мною стал впереди меня потому что был прежде меня и от полноты его все мы так еще раз да и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать ибо закон дан через моисея благодать же и истина произошли через иисуса христа бога не видел никто никогда единородный сын сущий в недре сущий в недре отчим он явил и вот свидетельство иоанна когда иудеем прислали из иерусалима священников и левитов спросить его кто ты он объявил что я объявил что я объявил что я не христос и и спросили его что же ты или я он сказал нет пророк он отвечал нет сказали ему кто же ты чтобы чтобы нам дать ответ пославшим нас что ты скажешь о себе самом он сказал я глаз вопиющего в пустыне из так исправьте путь господу до исправьте путь господу все правильно как сказал пророк исправить исаи и опосла посланные были из фарисеев и они спросили его что же ты крестишь если ты не Христос не или не пророк и он сказал им ответ я крещу в Но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но... А, всё правильно. Идущий за мною, но который встал впереди меня, я не достоин развязать ремень у обуви его. И ещё где-то мы с вами дальше в других писаниях, в других Евангелиях прочитаем то, что Иоанн говорил, что я крещу водой. Но идёт за мной тот, сильнейший, который будет крестить вас, да, огнём и духом, духом, святым и огнём. Даже духом и огнём, как-то вот так вот, ну, святым, понятно. Дальше. Это происходило в Вифаваре. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. В другой день видит Иоанн, идущего к нему, Иисуса, и говорит. Вот Агнец Божий, который берёт на себя грех мира. Да, понятно, он взял на себя грех, все грехи мира. Дальше. Сей есть, о котором я сказал, за мною идёт муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришёл крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нём. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь духа, сходящего, пребывающего на нём, тот есть крестящий духом святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. В другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал, «Вот агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, «Что вам надобно?» Они сказали ему, «Рави, что значит учитель?» «Где живёшь?» Говорит им, «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живёт. И пробыли у него день тот. Было около девятого часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним был Андрей. Это Андрей первозванный, кажется, если я не ошибаюсь. Он первый находит брата своего, Симона, и говорит ему, «Мы нашли Мессию, что значит Христос, и привёл его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал, «Ты, Симон, сын Иоанин. Ты наречёшься Кифа, что значит камень Пётр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, «Иди за Мною». Филипп же был из... Сейчас... Вифста... Да, Филипп же был из Вифсаиды. Из одного города с Андреем и Петром Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали... О котором писали Моисей в законе и пророки Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть, что добрые?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нём. «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Иисус сказал ему в ответ, «Прежде нежели созвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Нафанаила отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Вот такая вот у нас первая глава. Я думаю, что возьмём вторую. Так, глава вторая. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. «Был также зван Иисус и ученики его на брак». Вот здесь какой-то такой прообраз прослеживается. Да, то, что будет про Акаганца. Вот вообще, конечно, вся Библия, она из прообразов. Ну, давайте дальше. «И как недоставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему, «Вина нет у них». Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, что за жену? А, что мне и тебе, жену? Ещё не пришёл час мой». А, ну, понятно. «Что мне и тебе?» Жена, наверное, жена. Тут «жено» написано. «Ещё не пришёл час мой». Да, здесь явно прообраз, да. Что Христос говорит, «Ещё мой час не пришёл». Вот, дальше. «Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте». А, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут шесть каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения... Так, по обычаю, да, очищения иудейского. Вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, «Наполните сосуды водою». И наполнили их. Сейчас, секунду. И наполнили их доверху. И говорит им, «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином? «А он не знал, откуда это вино. Знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовёт жениха и говорит ему, «Всякий человек подаёт сперва хорошее вино, а когда напьётся, тогда худшие». Да, интересно. Здесь какой-то тоже прообраз, наверное, прослеживается. То есть самые избранные, самые святые, например, даже восхитятся, может, да? А там уже те, кто останется на скорбь, неготовые. Но даже вот здесь прослеживается в их обычаях кое-что. Вот явно. Дальше. «Ты хорошее вино сберёг, доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришёл Он в Капернаум, сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его. И там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришёл в Иерусалим и нашёл, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели... Сейчас миновщики... А, сидели миновщики денег. И, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех так же и овец, и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул и сказал продающим голубей, «Возьмите это отсюда, и дом отца Моего не делайте домом торговли, но вертепом для разбойников». Об этом ещё будет написано тоже в других Евангелиях. Дальше. «При всём ученики его вспомнили, что написано. Ревность по доме твоём снедает меня». Да, насколько сейчас важно, чтобы храм, да, дом молитвы оставался домом молитвы. Не хочу никого обидеть, но вот во многих, к сожалению, церквях, в храмах торгуют, не буду сейчас ни на кого тыкать пальцем, но люди об этом, думаю, что кто слушает, догадываются. Дальше. «На это иудеи сказали, каким знанием докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Да, они, конечно же, не поняли, о чём здесь идёт речь. И здесь, получается, когда он был на распятии, они, конечно, над ним смеялись, что вот, типа, тот, кто воздвигает храм в три дня. Ну, здесь, конечно, говорилось пророчески. Вот, так что, да, давайте дальше. На это сказали иудеи, сей храм строился сорок шесть лет, и ты в три дня воздвигнешь его. А он говорил о храме тела своего. Ну, это понятно, да? Я же говорю, они не поняли. Он говорил о храме тела своего пророчески. Когда же воскрес он из мёртвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не верял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Так, третью главу, наверное, тоже с вами возьмём. между фарисеями был некто, да, глава третья, именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришёл к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Да, про то, что мы в прошлой рубрике обсуждали. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться. Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Ну да, я тоже на личном примере могу сказать. Голос, даже не то, что голос, а мысль приходит, и не знаешь даже, откуда уходит, и откуда приходит и куда уходит. Да, именно я говорю сейчас о мыслях, которые посылает Господь через Духа Святого. Вот бывает, когда надо что-то сделать, прям Дух Святой кричит об этом. И когда ты это свершаешь, такая радость внутри. Так что меня может понять только тот, кто рождён свыше. Ну давайте дальше. Никодим сказал ему в ответ, это может быть? Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном, никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын человеческий, сущий на небесах, и как Моисей вознес так, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, то есть на суд не приходит в другом месте сказано. А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же сотворит А. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. После сего пришел Иисус с учениками своими землю землю илудейскую и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в сейчас в Еной также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Да, вот как бы такой переходный момент. Иоанн пока не был заключен в темницу, он крестил, но уже и Христос тоже крестил. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему «Рави тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ «Рави не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». «Рави да, логично. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал «Не я Христос, но послан пред Ним, имеющий так, имеющий невесту есть жених, а друг жениха стоящий и внимающий ему. Радостью радуем, радостью радуется, слыша голос жениха. Вот уже прообраз. Сия та радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всего, а выше всех, и сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал о том и свидетельствует. И никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, да, Сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит сына и все дал в руку его. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни. но гнев Божий пребывает на нём. Так, вот глава четвёртая. Сейчас мы подумаем, надо ли нам сейчас так четвёртую главу читать. или всё-таки нет. Многовато будет, наверное, нам с вами. Так, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, так, так. глава пять. Так, ну давайте, наверное, сейчас не будем больше читать. Пока, наверное, достаточно три главы. они весомые. весомые. И там уже дальше пойдёт про самарянку, про исцеление. Это у нас с вами будет уже следующая рубрика. Вот, давайте, чтобы не задерживаться. верно, помолимся мы с вами. Господь, благодарю тебя за слово твоё, за книгу, сию, евангелие. благодарю за то, что мы ещё пока можем читать её во время благодати. благослови, Господь, каждого, кто слушает рубрику данную, будет слушать. Благослови поступать каждого по слову твоему, ибо есть твоё царство, сила и слава. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сын и сме